Дамы и господа, мы находимся в ладзе нашего отеля в известном ресторане Gilly. Он открыт с 1733 года. Что мне нравится в хороших ресторанах, это серебряная посуда. В этом чайничке серебряном кофе американо. Вот в этом молочнике, тут даже гравировка Gilly, молочко теплое. Здесь гравировка Gilly была в туалете, здесь сантехника вся, или Ройнбок. Так что делайте вывод. Дамы и господа, в хороших ресторанах возле нашего отеля. А это центр, центр Флоренции. Какие дальнейшие наши действия? Пойти в отель, отдохнуть еще немного, потом прийти сюда. Мы столик в этом ресторане забронировали. Через полтора часа придем, вернемся сюда и поужинаем здесь. Вы, наверное, спрашиваете, цены какие? Высокие, цены высокие. Качество, в плане всего. Смотрите, там карусель, какая красивая. Карусель, как возле парка Горького, помните? Такая у нас крутилась. Человек может смотреть. Я хотел меню показать вам. Знаете, какой красивый меню? Для итальянцев расстояние огромное, которое для нас до дачи доехать. У нас дача в 100 километрах, а здесь для них 100 километров. Это отдельное путешествие, к этому готовится месяц. Что, не прикольно сейчас? Я знаю. Это я ее ждал. Вот центр. Вот там тот ресторан, где мы сидели. Посмотрите, что вокруг. Вот это Hard Rock Cafe. Есть ключики? Есть ключики? В наш дом. Что хочу сказать? Этот дом принадлежит семье Боровский. Древнейшая семья во Флоренции, Боровский. Александр Боровский. Он нам отдал четвертый весь этаж. С крыши, с террасы, со всем. Сказал, хотите, живите. Сколько влезет. И мы сейчас пользуемся его добротой. Александр Боровский. Спасибо тебе большое. Привет. Можете видеть нашу спальню. Отель во Флоренции. Мы празднуем, что мы во Флоренции. У нас традиция в каждом городе открывать бутылку шампанского. В Италии стоит асти-мартини-дольче. Три евро. Ваш боков? Секундочку, подождите. Простите. Дамы и господа. За вас, за нас, за этот город Флоренция. И новостные, и новостные. А теперь подарок поклоннице. Что, не нравится лицесса, Сереж? А теперь подарок поклонникам. Дамы и господа, мы собрались на ужин. Я досчитаю до трех. Два. Три. Три, два, один. Мы в ресторане. Я захотел равиоли со шпинатом и рикоттой, но в меню не оказалось. Но это крутейший ресторан, и они сейчас приготовят. Аль денте это на зубок, Сережа. Аль денте на зубок. Какие вкусные равиоли, какие вкусные артериоли. Очень все вкусно. Очень вкусно. Ресторан Джили, потрясающе. Не знаю, кто пишет под фильмов, но это супер. Вкусно, хорошо. Вкусно, и все. Обстановка. В общем, все на отлично. Вкусно и дорого. Но это не минус, что дорого. За хорошую машину не жалко заплатить. Также за хороший сервис и еду не жалко заплатить. Мы сейчас едем очень далеко от нашего отеля. Знаете, где наш отель? Вот эту дверку, видите, это наш отель. А вон там ресторан... Бобик. Красивая собака. Република. 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 Не пишите. Доброе утро. Сейчас 8 апреля. Мы лежим еще в кровати. Вчера купили кучу открыток, чтобы послать нашим друзьям, подругам, близким, родным. И посмотрите, что мы делаем. Ромела, что вы делаете? Мы купили открытки вчера вот такие красивые. Вот одна, вот вторая. Написали послание. Будем сегодня отправлять в Москву. Будет открытка со штампом Флоренции, Италии. И нашим родным будет приятно получить это послание от нас. Покажи Василию, какую мы открытку посылаем. Василию. Вот Василию мы какую открытку посылаем. Дорогой друг Вася, посылаем тебе такую открытку, знак уважения за то хорошее, что ты делаешь безвозмездно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас 8 апреля, мы во Флоренции, последний день. Оделись, собрались. Идем покупать билеты обратно до Римени. После этого завтрак, катание, гуляние по Флоренции, прощание с Флоренцией до следующего раза. Обязательно сюда еще вернемся. Флоренция очень понравилась. Советую вообще всем покататься по Италии. Не любите Италию? Полно других стран. Кто может не любить Италию? Сыр, вино, Моника Беуччи, Арнелла Мути, Андриано Челентано, Эрос Ромазотти. Посидим на дорожку. Номер отличный, офигенный номер. Вид потрясающий. Вот я вижу горы, море вдали. Луга, тосканские с виноградниками. Вон, 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 девушка поехала в платьице салатовом. Итальянка на велосипеде крутит педали. Мы идем сейчас в сторону вокзала. Мы не смогли подняться вот на это, потому что 400 ступенек, чтобы подняться туда наверх. Сан-Джованни славится своими бронзовыми дверями. Над искусной чеканкой трудились два мастера. Были потрачены десятки лет, чтобы сцены из нового ветхого заветов и жизни Иоанна Крестителя ожили здесь, на северных, восточных и южных воротах для простых флорентийцев. Вся история Иисуса Христа. Сколько много народу, и все хотят это посмотреть, споткать и еще что-то с этим сделать. Я обещал одной маленькой, хорошенькой девочке книжечку. Я ее найду и куплю. Леночка, доченька. О, книжный, все, сюда зайдем. Мы нашли книжный. Купили книгу, уже подходим к вокзалу. Виа-дель-Гигли, смотрите, как красиво. Тут, куда ни свернешь, везде огромные купола, церкви и красиво. Скоро дойдем до вокзала, купим билеты. И только тогда мы позавтракаем. Конат, как у нас, наверное, скорее всего, перекресток или пятерочка. Мы вчера здесь проходили, когда искали наш отель. Мы еще не знали, где наш отель. Мы сегодня планируем покататься. Мы переходим дорогу на красный свет. Неправильно, никогда так не делайте. Переходите дорогу только по зебре, только на зеленый свет. На вокзале очень шумно. Сейчас найдем кассу. В кассе купим... Угадайте, что? Василий, Василий, мы тебя отправляем. И только не говори, что ты опять не получил. Подруги и други купили билеты. 13,5 евро один билет стоит с Флоренции до Римени. Еще не завтракали. Решили сесть на красный автобус. 20 евро стоит один билет. Весь день катаешься, выходишь, заходишь, выходишь, заходишь. Опять же, красный маршрут самый крупный маршрут. Есть голубой, в три раза меньше маршрут, чем у красного. Планируется выйти на смотровой площадке и там позавтракать. Сейчас солнышко, погода хорошая, приятная очень. Далее мы опять сядем на красный автобус. По всему маршруту еще раз проедемся. Обязательно я это вам покажу. Всем огромное спасибо итальянцам. Они все спрашивали, откуда мы. И мы им, конечно же, с гордостью говорили, что мы из России. Горжусь своей страной. И люблю другие страны. Ромала, как погода? Погода хорошая, солнышко, но прохладно. Посмотрите, какие здесь машины. How much? I can drive for you, of course. 10 минут 55. 55 евро. 22 километров. 55 евро 10 минут покататься на Феррари. Под солнцем во Флоренции на Феррари, Рома. Ты достоин этой машиной кататься. Это площадь Микеланджело. Здесь открывается потрясающий вид на город. Как у нас Воробьевы горы, только без университета. Главное, чтобы здесь было что перекусить. Хочется кушать и позавтракать, потому что мы еще не завтракали. Народу мало. Это не может не радовать. Это золотой мост. Это вот та башня, на которую мы вчера залезали. Это Санта-Мария де Фьори. Завтракать мы вот там хотим. Видите, там свадьба. Взяли булку, сели, перекусили. Вообще потрясающе. Колыбель европейского искусства, душа Италии. Красивая книга, иллюстрированная великими мастерами. Все это Флоренция. Город, достойный множества титулов и определений, которые в то же время очень сложно описать. Столько здесь пластов, историй и направлений. Ясно лишь одно. Переоценить его значение для мировой культуры невозможно. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли, Данте, Рафаэль, Донателло и многие другие гении от искусства жили и творили во Флоренции. И превратили ее в место, где зародилось само возрождение, Ренессанс. Каждый, кто отправляется в этот город, должен быть готов ко встрече с великими произведениями прошлого и оригинальными работами настоящего. Флорентийская земля, воздух продолжают вдохновлять талантливых людей на творчество. Чтобы прогулка по Флоренции не превратилась в скучную музейную экскурсию, обращайте внимание не только на фасады дворцов и алтари церквей. Ведь кое-что интересное иногда может быть прямо у вас под ногами. Вы знаете, молодежь не думает о том, молодежь не думает о последствиях. Сердце Флоренции – площадь Дуома с кафедральным собором. Это единственный в мире храм, полностью облицованный мраморными плитами. Белый, зеленый и розовый мрамор – вот главные краски этого удивительного строения. Его полное название – собор Санта-Мария-дель-Фиоре, собор Святой Марии в цветах. А главный цветок, который здесь будет встречаться постоянно – это флорентийский ирис – символ города с давних времен. Наконец-то позавтракаем, очень хотим кушать. Увидеть Флоренцию с высоты птичьего полета вы можете с Пиоцали Микеланджело – смотровая площадка, куда лучше подняться через Виа-Сан-Николо и Сатрос. Оттуда открывается потрясающий красивый вид на весь город. Также эту площадь называют самым романтическим местом в Флоренции. Мы наконец-то завтракаем, друзья. Завтракаем, ура, завтрак, завтрак. Солнце настолько теплое, что вон, ромалка у нас уже разделась, загорает, а я в черном во всем. Завтрак вот в таком замечательном месте. Еда сама тает во рту. Причем вкусно. Где бы здесь ни сидели, везде вкусно. Весь город как на ладони. Всем приятного аппетита. Кто кушает, ничего себе. Ты же не хотела. Я просто откусила одна минута. Кто не кушает, идите возьмите что-нибудь покушать. И всем приятного аппетита. Здесь музыки нету в кафе. Но тут девочка поет на итальянском песне. Рома? Ооо. Оо, какая вкуснятина. Смотрите, какая вкуснятина. Это одна панини? И там вторая мая. Ой, круто. Ух, мы наедимся. Сейчас накушаемся, мы на весь день наедимся. Сегодня уезжать. Вкуснятина. Посмотрите, какая вкуснятина. Тартеллини. Ромалочка, здесь очень вкусно. Очень. Я романтик, друзья. Правильно Сережа сказал, в Италии, куда ни сядь, везде очень вкусно. Свежайший хлеб, свежайшая моцарелла. Плохой грязный туалет и грязные приборы. Приятного аппетита. Они, конечно, здесь не ручной работы готовят. И не прямо вот приготовили, тебе принесли, разогрели. Вот почему разница. Это 9 евро стоит. В том ресторане 15 евро, то, что мы вчера ели. А у нас в самом дорогом ресторане в Москве, в нормальном, разница будет далеко не 6 евро. Позавтракали. Все очень вкусно. Сейчас собираемся, идем в автобус красный, уже по красной линии будем кататься, ездить. И я уже буду снимать на Кэнон, чтобы более детали четкие были. У Ромео сейчас обеденный сон, как в садике. Тихий час. Эта панорамная площадка появилась в городе, когда Флоренция была столицей Италии. Площадь Микеланджело украшена бронзовой копией Давида и предлагает захватывающие виды на центр и реку Арна. Глядя на панораму Флоренции сегодня и не скажешь, что в 12-13 веках это был практически город небоскребов. Мы сейчас решаем, куда пойдем и что будем смотреть. Тут вот такая вот мини-карта, все показано. То мне очень нравится место. Там стена и вниз резкий спуск. Ступеньки идут до самого низа. Изгородь зелени с арками, очень красиво. Форт Бельведери. И вообще, если вдаль смотреть, там уже сады, 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 сады. Оливковые деревья я вот вижу. И еще Тоскана славится. Кипарисы. Покажи пальцы на кипарисы. Ну, вон, длинные, безвышаются. Вот такие, как, типа, елочек, только длинные. Смотрите, тюльпаны как красиво расцвели. Ромелка очень любит тюльпаны. Я сейчас их и нарву. Штраф, мне кажется, будет таким же, как и пойти просто их купить. Даже больше нарву, чем штраф. На ступеньках, кстати, как я вам уже рассказывал. Все на ступеньках сидят и кушают. И это правильно. И 40 евро они сэкономят в кармане. Да, кстати, мы сейчас позавтракали, потратили 40 евро. Мы позавтракали. И планы перед теплом, это в обед. Оригинал Гуччи можно купить только здесь. Посмотрите, какое красивое дерево. И вот это дерево красивое. И вон там оно красивое. И вот здесь оно красивое. Ой, Ромео здесь красивое. Посмотрите, это кипарис. Кипарис. Это шишечки маленькие кипарисы. А еще я люблю вот такие вещи. Мои дочки ощущали себя королевами, когда выходят из дома и входят в него. И чтобы они любили дом. Так, дети мои. Вот вы сейчас будете смотреть. Вам, наверное, по лет 19-18. Я хочу, чтобы вы меня не обманывали. Маму не обманывали. Не сбегали из дома. Жили с нами, жили у нас как можно дольше. Нет, ну чтобы у вас все было хорошо в плане личной жизни. Я уверен, у вас будет все хорошо в личной жизни. Я постараюсь. Эва, мне кажется, ты будешь послушнее. Более на контакт идти. Так что, Эвочка, я в тебе не сомневаюсь. Ты будешь моей опорой и поддержкой. Леона, ты девочка непростая, жучка такая. Так что я бы хотел, чтобы ты слушалась меня и не дерзила, и не ругалась со мной. Чтобы вы вообще обе не ругались со мной и с мамой. Мы хотим... Вы тоже слушаете меня. Да, мы хотим только лучшее для вас, поймите. Мы потому что вас настолько сильно любим, что всю свою жизнь, как только вы появились, мы живем для вас. Живем, зарабатываем, любим вас каждое утро, когда просыпаемся, думаем о вас, засыпаем, думая о вас. Все мысли о вас. Любите нас старыми, ворчливыми, занудными. Мы будем постоянно у вас спрашивать все. Ну вы же наши дети. Мы были тоже терпеливые к вам, когда вы у нас постоянно что-то спрашивали. А попозже, когда вы подрастете, а мы постареем, все наоборот поменяется. Так что мы любим вас. Помните это. И не забывайте. Все это мы записывали во Флоренции с мамой, когда поехали в очередное путешествие для того, чтобы понять, куда с вами поехать. Мы ищем места, где с вами можно отдыхать вместе. И мы поняли, что времени, куда мы поехали сейчас, и вот Флоренция, что здесь не стоит, вам будет неинтересно. Вот Флоренция, вот мы целуем вас. Любим и постоянно думаем о вас. Ну серьезно, Серый, ну нам надо ехать, потому что нам уже всем надо быть на вокзале. Наверху. Ну еще надо в магазин зайти. С обратной стороны площадь Микеланджело пересекает проспект Среди холмов. Назван проспект так, потому что это великолепная дорога Среди холмов. Предлагает захватывающие виды на каждом повороте. За площадью возвышается ренессансная церковь Сан Сальваторе Аль Монте, которая восходит к первым годам XVI века. Поднявшись вверх, вы окажетесь на кладбище Порте Санте. Среди остатков бастионов и укреплений виднеются зубчатые очертания Палаццо де Вескове XIV века и великолепная базилика Сан Миниато Аль Монте. Наряду с баптистерием она является основным архитектурным памятником готической эпохи. Церковь находится в невероятно живописном месте, а ее белый мраморный фасад определяет городские очертания на фоне неба. Древняя базилика была построена в 1018 году. Несмотря на постепенные изменения, здание сохранило четко угадываемый романский стиль. Посмотрите на фасад, отделанный геометрическими мотивами из белого апуанского мрамора и зеленого мрамора Прато. В нижней части можно увидеть пять арок правильной формы. Над центральным верхним окном красуется мозаика на золотом фоне, датируемая XIII веком. На ней изображены Христос на троне между Марией и святым Миниато, проповедник, принесший во Флоренцию Евангелие. Любопытный факт. Это может показаться странным, но на вершине церкви Сан-Миниато красуется не крест, а орел из позолоченной меди. Орел держит в своих когтях тюк шерсти, символ мощной гильдии Флоренции, которая в качестве награды за работу и потраченных на строительство церкви средств, получила духовенство разрешение установить на вершине церкви свой символ. Если я не прав, я признаю. Нет. Я всегда признаю, Ромео. Ты меня не слушаешь, Сережа. В плане не слушаю. Ты сделал по-своему, пошел туда. Я тебе сказала, Сережа, там ос... Майо, да, прям ты улучка. Все-таки не прав. Потому что ты не прав, ты прав. Причем здесь прав, не прав. Я не прав, я признал, что да. Ты меня сначала было послушать, вот и все. Тебя слушать, потому что все всегда получается не так. Да, в итоге через жопу получилось сейчас у тебя. Почему через жопу-то? Потому что, если же мы Кругаля дали, полчаса бродим, ходим. Ну да, ну красиво же. Идти, я тебе про... про автобус говорю. Хохотал надо мной, с шоком. Не любит, когда над ней хохочет. Потому что меня бесит, что ты не соглашаешься. Я бесит. Вошага доделали бы до этой остановки сначала, чтобы Кругаля 50 километров не так сказать. Смотри, этот Кругаля неправильно. Я ее вел, но завел. Я уже тогда понял. Собаку убери. Ромелу лучше не злить. Да, Ромел? Да. Какая же ты грубая. Грубиянка. Вот он. Вот это вот площадь Смекелянш. Отсюда, из центра города, глаза и дороги разбегаются в разные стороны, одинаково манящие путешественников. Свернем сначала к церкви Святого Лаврентия. Это не самый очевидный маршрут от Соборной площади, но он таит настоящее сокровище. Базилика Сан-Лоренцо довольно простая снаружи, потому что ее фасады так и не закончили украшать. Тем не менее, спроектирована знаменитым Бурнеллеске. Загляните в ее внутренний дворик и увидите здание, созданное Микеланджело. Зайдите внутрь капеллы принцев и найдете грандиозное собрание скульптурных работ великого мастера. Это маленькая копия римского пантеона, усыпальницы великих герцогов Медичи. Их надгробие украшал сам Микеланджело, а почитает эту династию правителей вся Тоскана и по сей день. Банкиры Медичи, начиная с 15 века и вплоть до 18 века, управляли Флоренцией и не жалели денег на создание почвы плодородной для всех, кто хотел творить. Скульпторы, ученые, поэты, философы, художники и архитекторы стремились во Флоренцию, учились друг у друга и создавали новый мир, полный прекрасного. Если от кафедрального собора пойти в сторону площади республики, то в ее центре вы увидите колонну изобилия, которую сделала Донателло, ей отмечен исторический центр города. А все остальное на этой площади появилось уже после правления Медичи, в конце 19 века, когда Флоренция несколько лет была столицей объединенной Италии. Отсюда любой гид обычно ведет гостей города к другой площади, Сеньюрея, с роскошным фонтаном Нептуна. Это первый общественный фонтан Флоренции, построенный в середине 16 века по приказу одного из Медичи, рядом с герцогской резиденцией. Сегодня палаццо Векье с зубчатой башней самой высокой в городе. Музей, один из 72 во Флоренции. И в него, замечает наш гид, довольно просто попасть, в отличие, например, от галереи Уфицы и Академии изящных искусств. В Академии сейчас выставляется оригинал статуи Давида, которую Микеланджело впервые представил флорентийской публике именно на площади Сеньюрия, здесь, у входа во дворец. Теперь на том самом месте стоит копия мраморного Давида. Есть на площади Сеньюрия и настоящая уличная галерея, лоджия Ланци, где прикоснуться к прекрасному может любой желающий. А совсем недалеко, в музее скульптуры Барджелло, можно найти еще одного Давида, чуть менее известного, работы Донателло. Эта бронзовая статуя считается первой обнаженной фигурой со времен античности и занимает здесь почетное место среди других, выдающихся произведений эпохи Возрождения. Музей находится в очень старинном здании, которое еще в средние века служило первой ратушей Флоренции. Но вернемся на площадь Сеньюрия, которая неизменно ведет к самому посещаемому музею Италии. Приехать во Флоренцию и не посетить галерею Фицца – это равносильно тому, чтобы убывать в Риме и не увидеть Колизей. Фицца – это один из главных музеев в Италии. Здесь собрана работа великих мастеров – Леонардо да Винчи, Микеланджело, произведения Ботичейли, вся эпоха Возрождения. Одна рекомендация – обязательно закажите билеты заранее, чтобы избежать больших очередей. Один из старейших музеев мира, в основе которого лежит семейная коллекция Медичи – это больше сотни залов. Так что рассчитывайте свои силы и время. А из музея лучше всего будет пойти к реке. И знаете, что когда-то по этому же маршруту над головами простых флорентийцев ходили избранные. Крытый коридор от одной резиденции Медичи к другой позволял герцогам не мешаться с толпой и с комфортом переходить реку на пути из старого дворца в новый и обратно. Эта галерея тянется и над знаменитым Понте-Векью, тем самым живописным старым мостом из Средневековья, где торговали рыбой и мясом. Пока сверху не вырос второй этаж, и правящее семейство не распорядилось заменить продовольственные ряды на менее пахучие лавки. С тех пор здесь и находятся ювелирные мастерские и магазины, а мост еще иногда называют «золотым». Прогуляйтесь вдоль реки до другого моста Святой Троицы и окажетесь на одной из самых главных улиц Флоренции – Вео Торнабоне. Это торговый центр города и одновременно улица Дворцов. Вдоль Торнабоне можно насчитать десяток всевозможных палацций и свернуть в конце концов к площади Санта-Мария-Новелла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова